В истории России и Германии насчитываются две мировые войны. Сразу после окончания Первой мировой войны СССР помогал Германии восстановить экономику. На протяжении нескольких лет Берлин был самым большим торговым союзником Москвы. Советский Союз проводил совместные обучения военнослужащих двух стран и помогал Германии встать на ноги. С приходом к власти Гитлера сотрудничество двух стран только наращивало обороты. Две страны и два диктатора симпатизировали друг другу. Известно, что в начале Второй мировой войны Германия и СССР провели совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Также Советский Союз поставлял, среди прочего, не только кормовое зерно, но и пшеницу. Известно, что с территории СССР эшелонами вывозилось зерно и нефтепродукты. Взамен же Германия была обязана поставлять СССР прежде всего образцы военной техники и промышленное оборудование. В этой войне победил СССР с союзниками. После захвата Берлина советские солдаты устраивали акты насилия мирного населения на территории Германии. Многие документы описывают массовые изнасилования и расстрелы гражданского населения, мародерство. Также были организованы целые подразделения госчиновников, занимающихся вопросами трофеев. Одни только трофеи уместились в 40 тысяч вагонов. Было привезено 2885 заводов и 96 электростанций. Перегнали более 1 миллиона голов скота. Конфисковано миллионы тонн зерна, картофеля и овощей, жиров и сахара. 20 миллионов литров спирта и вина. Также из Германии вывезено 60 тысяч роялей, радиоприемники, ковры, предметы мебели, настенные и настольные часы. Сегодняшняя Германия утверждает, что как в самой Российской Федерации, так и в странах СНГ ныне находятся почти 200 тысяч вывезенных после войны музейных экспонатов. Германия до сих пор ведет работу по их возврату. Никто и предположить не мог, чем это все закончится, и рассчитывали на другой исход. Это был краткий экскурс в историю. История развивается спиралеобразно и сейчас на бытовом уровне звучат такие лозунги, как «Спасибо деду за победу! На Берлин! Можем повторить! Мы за ценой не постоим! Русский солдат вам не враг! За Европу отечеств! Новый мировой порядок! Русский офицер готов жить и умереть без имени!» И по событиям последних дней мы видим, что это не пустые слова. Россия готова повторить, но во главу угла ставятся экономические вопросы и игнорируются недавние исторические события. Нетрудно предположить, чем может закончиться это заигрывание. Мяч на немецкой стороне. Теперь давайте рассмотрим вторую большую экономику в Европе – Францию. В свою очередь русско-французские отношения тоже имеют многовековую историю. Более 200 лет назад Франция капитулировала Россию в Наполеоновской войне. После этого офицеры российской армии с радостью окунулись в светскую жизнь Парижа. Посещали и излачные места столицы – публичные дома, игрные заведения, рестораны. А все это требует немалых денег. Перед отправкой на родину граф Воронцов приказал собрать сведения о долгах, оставленных офицерами. Набралась немаленькая сумма – 1,5 миллионов рублей. Но граф не стал обращаться к царю, а продал имение и заплатил долг из своего кармана. Во время Второй мировой войны Германия капитулировала. Когда немецкий генерал Альфред Йодель подписывал капитуляцию, в помещении кроме маршала Жукова присутствовали представители США и Франции. Недоуменно посмотрев на француза, Йодель спросил Жукова, «А что, эти тоже нас победили?» После окончания Второй мировой войны Франция в соответствии с установками занимала особое положение в западном мире, пытаясь преодолевать противоречия между НАТО и ОВД и развивая сотрудничество с Москвой в различных сферах, в том числе и в военной. Так, в 2010 году Россия и Франция объявили о заключении соглашения о строительстве двух вертолетоносцев Местраль для ВМФ России. Но в связи с присоединением Крыма к России Франция расторгла контракт. Если провести дальнейшие параллели, то чаще всего у Франции не получится так легко, как раньше убрать этот кризис. На сегодняшний день каждая страна развивает свои международные отношения, как это было в течение многих веков. Заключаются новые союзы, подписываются новые соглашения, а некоторых из них мы даже не подозреваем, ведь это все скрыто под вуалью, за которой прячется выгода и власть. Находясь внутри Евросоюза, такие тенденции сложно увидеть, хотя на самом деле история повторяется, и она может повториться не один в один, а гораздо в худшем виде и привести к сложным последствиям.